ЗАГАДОЧНЫЙ ЗАЛ Вашингтон рассматривает санкции против Турции. Власти Алеппо восстанавливают крупный рынок Сук-Эль-Халь в центре города. После долгой паузы на родине с концертной программой выступил Араги Вуркян. В рамках международного музыкального фестиваля Армении виду не пройдет пять концертных вечеров. Во время раскопок крепости Аянис, королевства Ван, которое находится недалеко от города Ван, западной Армении, сразу за храмом Халди в таинственном зале была обнаружена священная комната. Тайна комнаты пока не решена. Стены помещения, а также пол выполнены из алибастро мраморного типа, есть и следы дерева. Если есть какая-либо информация, которую мы можем сказать наверняка, так это то, что в зале обслуживались высокопоставленные религиозные королевские лица. Замок Аянис был построен царем Руссой II на холме с видом на озеро Ван. Аянис считается одним из самых важных и уникальных наследий Иванского королевства с каменной и кирпичной укладкой, орнаментами и настенными скульптурами. Национальное собрание во вторник ратифицировало соглашение о военном сотрудничестве между Арменией и Ливаном на 2019 год. Документ предусматривает широкий спектр сотрудничества, начиная от военной промышленности и заканчивая военным спортом, а также научно-исследовательскую сферу, поддержку материально-технического обеспечения, военной медицины, миротворческой деятельности. Представляя протокол на обсуждение, заместитель министра обороны Габриэл Балаян подчеркнул, что соглашение регулирует также некоторые вопросы, связанные с миротворческой миссией выливания армянского военного подразделения под эгидой ООН. На трассе Карвачар-Вартынис открылся контрольно-пропускной пункт Мична-Берд, сообщает Министерство финансов Арцаха. Согласно источнику, 7 сентября государственный министр Арцаха Григорий Мартиросян в сопровождении министра финансов Артура Арутюняна и ряда сотрудников министерства посетил контрольно-пропускной пункт на автомагистрале Карвачар-Вартынис. Чиновники осмотрели недавно открывшийся контрольно-пропускной пункт, ознакомились с условиями работы и предоставлением услуг, а также дали инструкции о том, как более эффективно организовать данную работу. Вашингтон рассматривает вопрос о введении санкций против Турции в связи с приобретением российской системы ПРО С-400. Об этом заявил министр финансов Стивен Мнучин, передает Bloomberg. Мы рассматриваем это, отметил он в Белом доме в ответ на вопрос журналистов. Я не собираюсь комментировать какие-либо конкретные решения, но мы рассматриваем этот вопрос. Власти Алеппо шаг за шагом восстанавливают городскую инфраструктуру, сильно пострадавшую во время боев за северную столицу Сирии. В списке объектов, которые предстоит сдать в эксплуатацию, в ближайшее время обозначен большой рынок Сук-эль-Халь. В центре города, сообщает Армен Пресс, со ссылкой на Рея Новости. Во время войны Сук-эль-Халь очень пострадал и у боевиков был здесь опорный пункт. Нам в кратчайшие сроки предстоит с нуля восстановить все коммуникации, потом будем восстанавливать собственно торговые павильоны, сообщил журналистом Ахмед Аль-Люси, главный инженер компании, ведущей восстановительные работы. По его словам, в дополнение к восстановленному комплексу овощного рынка на Сук-эль-Халь появится здание нового торгового центра. Заслуженный артист Армении Араги Вуркян, который несколько лет не выступал на родине, устроил большой праздник своим поклонникам искусства, исполнив концертную программу «Ты должен летать». Концерт состоялся в Ереване в спортивном концертном комплексе имени Домерчана. Как сообщает Армен Пресс, все доходы от концерта будут переданы для лечения детей с онкологическими заболеваниями. С этой целью авторы инициативы сотрудничают с фондом города Улыбки, миссия которого заключается в организации качественного лечения детей и молодежи, больных раком в Армении. В рамках международного музыкального фестиваля Армения и Ереван примет известных музыкантов из разных стран мира. Как передает Армен Пресс, с 22 по 26 сентября в Ереване пройдут пять концертных вечеров, в ходе которых с государственным симфоническим оркестром Армении выступят сопрано Анна Косян, пианисты Наре Аргаманян, Николай Луганский, Ингольф Вундер, виолончелист Джонатан Рузман и другие. По словам художественного руководителя оркестра и главного дирижера Сергея Самбатяна, ожидается грандиозный фестиваль. В нашей стране нет другого фестиваля классической музыки, в рамках которого каждый день будут проходить концерты, отметил он. Ежегодный фестиваль представляет зрителям произведения музыкального наследия, классиков и современных композиторов. В течение пяти дней будут звучать произведения Чайковского, Прокофьева, Рассини, Мендельсона, Щедрина и других композиторов. Концерты состоятся в концертном зале Арама Хачатуряна и в Доме камерной музыки имени Комитаса. Организаторы фестиваля Государственный симфонический оркестр Армении и Европейский фонд содействия культуре. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Асмар Яман. Асмар Яман, яман. Яма 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 Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь миром!